Продолжение следует... 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 И все действия, которые проводило военное руководство страны на протяжении последних пяти лет, говорят о том, что военные не хотят уходить со сцены. А что касается коалиции, не могут с кем-то вот эти силы, например, Пхе Атхай, которая переводится как для Таиланда или для тайцев, сформировать с теми же демократами или с какой-нибудь партией будущего? Или они не ладят? Ну, с демократами они находятся просто в оппозиции, в оппозиционном лагере, потому что вот те процессы политические, которые привели к дестабилизации ситуации в Таиланде, начиная с 2008 года и кончая 2014 года, говорят о непримиримости этих двух сил. То есть они как бы разделились вот желтые и красные. Соответственно, вот желтый – это промонархически настроенный, это демократическая партия, и вот желтые, которые поддерживали партию Пхета, и таксины Чиноваты. Это партии, представляющие низший средний класс. В основном это люди-выходцы из севера и северо-восточных областей страны, которые, в общем-то, выиграли от тех реформ, которые проводило предыдущее гражданское правительство страны. А какие взгляды-то у них? Ближе к левым? У них они не левые, они выступают за представительную демократию. То есть дело в том, что власть всегда в стране до реформ 2001 года партийной системы, власть всегда принадлежала политической элите. И вот с приходом таксина Чиновата эта ситуация изменилась, потому что он дал возможность людям, ну так называемым, из низов, это, конечно, не люди непосредственно из низов, а люди, вот я говорю, представители низшего среднего класса, участвовать непосредственно в политике, выдвигая, голосуя за тех кандидатов, которые проводят политику в их интересах. И действительно, вот на протяжении 2001 по 2011 год, не считая вот перерыва на военные перевороты, которые тогда тоже происходили, экономическая политика, она была ориентирована именно на поддержку вот низших и средних слоев. Почему? Поэтому партия Пхео Таи по-прежнему, да, получает колоссальную поддержку, несмотря на то, что военные сделали все возможное, чтобы сократить ее социальную базу, предлагая массу всяких экономических реформ, которые, правда, не были доведены до конца. И что характерно, вот для этой как раз парламентской кампании, это то, что все партии сейчас, и это, в общем-то, особенность нынешней, вот как раз избирательной ситуации, что все партии выступали с экономическими лозунгами. До этого такого не было. То есть раньше голосовали за лицо, за персону, которую возглавляла партия, а сегодня народ голосует уже за экономическую программу. Но общее, что объединяет все эти экономические программы, это ее популистское содержание. Потому что все вот пытаются завоевать голоса, именно предлагая, да, какие-то там реформы, которые неизвестно, будут ли они реализованы или нет. Почему так долго будет вестись подсчет? Или это нормально, учитывая число избирателей? Я не думаю, что это нормально. Это связано с тем, что коронация монарха назначена, если не ошибаюсь, на 5 или 6 мая, я просто боюсь ошибиться, в общем, в этих числах, и не хотят возбуждать общественное мнение какими-то результатами, а провести спокойно вот этот процесс коронации нового короля. Поэтому и результаты выбора будут объявлены уже после вот этого события торжественного. А вот насколько все вот это дальше гладко пойдет, потому что не исключается того, что тот же самый монарх может нести изменения в назначаемый Сенат, потому что в конечном итоге он именно дает как бы добро на членство в Сенате. Поэтому тут, вот я говорю, поэтому настолько невозможно сейчас прогнозировать, кто победит и как будет создаться правительство, но единственное, что практически все эксперты приходят в мнение, что если правительство будет создано на основе вот партии про военных, и во главе этого правительства будет стоять проютчан, а чан нынешний руководитель военной хунты, то это правительство продержится недолго. И, скорее всего, даже процесс формирования правительства продлится до конца года, и не исключается того, что это правительство, просуществовав недолго, вызовет опять политический кризис и опять новый биток выборов уже в начале следующего года. Да, понятно. Спасибо большое, Наталья Григорьевна. Наталья Рогожина, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Иран, была с нами на прямой связи.